солнечным июньским днем мы собираемся на север приморского края поселок амку цель нашей поездки отвезти туда иеродиака на дионисия который будет строить там православный храм налаживать приходскую жизнь примерно час кропотливой загрузки и внушительная масса вещей довольно компактно разместилась по пути заезжаем в поселок пластун забираем еще одного участника нашей поездки отца олега плотно обедаем и продолжаем свой путь позади поселок терней окружающий пейзаж никогда не оставляет меня равнодушным хорошо виден грозовой фронт который нас обошел несколько слева значит у нас первые поломки самоликвидировались дворники один совсем отломался причем переехали его машины вот второе все таки удалось приделать на место мы решили его включать только в самом крайнем случае тестирование дворников примотанных изолентой ну вот что то есть процентов на 50 вот недаром когда я на права учился пожилой преподаватель сказал самый главный инструмент это проволочка и изолента и 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 Иногда приходилось убирать с дороги зазевавшихся на ней рептилий. Вскоре нас ждал неприятный сюрприз. На спуске Сангинского перевала наш автомобиль заглох. Попытки выявить и устранить неисправность на месте результатов не дали. Обсудив сложившееся положение, мы приняли решение готовиться к ночлегу. Когда нас уже почти накрыли сумерки и ночевка казалась неизбежной, нас согласился отбуксировать до МГУ, проезжавший мимо местный охотник, и незадолго до полуночи мы прибыли на место. С рассветом наша команда разделилась. Отец Дионисий и мой сын Игнат отправились расклеивать по поселку объявление о месте и времени предстоящего молебна. А мы с отцом Олегом занялись ремонтом автомобиля. Сгорел предохранитель бензонасоса. Слова про проволочку в придачу к изоленте оказались пророческими. Ремонт происходит вот так. Хватает на 500 метров. Подальше следующая проволочка и следующие 500 метров. Мы искренне порадовались оперативности работников Тернелеса, которые незамедлительно отбуксировали к месту будущего строительства храма вахтовый вагончик. Первое место жительства отца Леонисия. Электрик Тернелеса, сделав диагностику автомобиля, объяснил нам, что виновниками возникшей неисправности оказались мы сами. Во время производства бодилифта джипа мы плохо закрепили провода питания бензонасоса, которые окончательно разболтавшись замкнули об нагревшийся глушитель. В течение получаса неисправность была устранена, что было для нас весьма важно, так как время молебна неуклонно приближало. В оговоренное время на месте будущего храма Иереем Олегом и Иеродиаконом Дионисием был совершен молебен на начало всякого благого дела. Главами и душами Аки Голубица Светлую явленную и радость ожидания прими свою Заступися и помилуй Мати Христа Бога умоляющая Телом и душою показавшая нам людям благочестие На пути идущего лукавых и нечистых удаляющая Бога ожидающим приносишь ты радостное известие Радуйся пренепорочная и радуйся пресно блаженная Светом небеси от этой радости все души согреваются Образа твои сияют помощью и верою нетленою Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются Возблагодарим тебя Деву радости на сердце исполнение В покаянии зовем тебя ты душевной скорби победительница Вседержавная царица всяким человеком наставление Христа Бога родшая и веры православной сохранительница Пресвятая Дева Матерь Божия благая Богородица Не остави нас своею вечную и доброю молитвою Параллельно с молебном мы планировали обнести вокруг поселка Амгу на Парматоре Порт-Артурскую икону Божьей Матери Но по причине плохой погоды полет решили провести на следующий день Парамоторную установку мы привязали на крыше автомобиля накрыв тента Таким образом у нашего УАЗика получился очень интересный вид Которым он интриговал наших соседей по гостинице Следующее утро выдалось хоть безветренным, но очень туманным Поднявшись в воздух я тщетно пытался пробиться выше уровня тумана Природа как будто скрывала от нас свою красоту Разрешив снят на камеру лишь узкую часть прибрежной полосы Сколько чудес за туманами кроется Не подойти, не увидеть, не взять Дважды пытались, но Бог любит Троицу Глупо опять поворачивать вспять Выучена мертва не забывай и повторяй Как заклинанье не потеряй Веру в тумане да и себя не потеряй Было когда-то тревожили беды нас Многих туман укрывал от врагов Нынче туман не нужна твоя преданность Хватит тайгу запирать на засов Выучена мертва не забывай и повторяй Как заклинанье не потеряй Веру в тумане да и себя не потеряй Тайной покрыта, молчанием сколота Заголдовала природа шаман Черное золото, белое золото Сторож седой укрывает туман Только ты выучи, не забывай и повторяй Как заклинанье не потеряй Веру в тумане да и себя не потеряй Что же выходит и пробовать нечего Перед туманом ничто человек Но от тепла, от тепла человечего Даже туман поднимается вверх Выучив и зубри не забывай и повторяй Как заклинанье не потеряй Веру в тумане да и себя не потеряй Не потеряй Заехали в лужу, забуксовали В момент выезда увидели, что задавили карася Реально чудо, реально чудо Мы вчера объехали эту лужу А сегодня почему-то мы на нее наехали А когда выехали, лежала вот эта рыба живая Местные рыбаки узнав о случившемся Были весьма удивлены Так как расстояние от реки, где водится эта рыба До этой лужи не менее трех километров Видимо карась попал туда во время весеннего половодия Вернувшись в гостиницу и собрав свои вещи Мы прощаемся с отцом Дионисием Говорим ему последние напутствия Удачи, батюшка, вам на столь сложном и нужном поприще Если не рад, что в поселке Ямгу появился такой человек как вы Верю в то, что у вас все получится И скоро здесь будет чудесный православный храм Спасибо Мне тоже приятно, что у нас состоялась такая поездка Было много приключений разных И были моменты, когда мы испытывали трудности Но были и Божьи утешения И Господь людей дал, которые нам помогли сделать и машину И даже вот этот чудостровик произошел И полетали так и с помощью И все слава Богу Будем поддерживать отношения Будем общаться и делать Божье дело Дай Бог, чтобы отца Дионисия здесь Стараниями местных жителей Было уютно Чтобы лучше молилась Чтобы лучше строилась Потому что если будут мешать или не помогать То один в поле много не навоюешь Точнее навоюешь, но результаты вот такие видимые Они появляются только когда появляются помощники Монах может молиться как бы и в пещерке Но чтобы поставивая вырос храм Нужно чтобы были помощники Вытри слезы, отдохни немного Я русская дорога Отходи, а я тебя прикрою Грязью да водою Субтитры создавал DimaTorzok